Матвей тороп игрок чайки он сегодня отличился и отдавал голевую передачу у меня за кстати еще и лучшим бомбардером своей команды матвей поздравляю досрочное чемпионство это было очень круто твои ощущения твои комментарии и твои ожидания от этого матча ну впечатление конечно же положительные в этом матче мы стали чемпионами это всегда приятно когда ты в каком-то матче становишься чемпионом это определенные чувства но по матчу выиграли 41 уверенно я считаю победа как ты считаешь какой момент в этой встрече был переломным счет 2-0 или когда счет стал 3-1 я думаю все таки когда счет стал 3-1 это уже был переломный момент тогда у соперника уже было мало шансов отыграться и мы тогда уже почувствовали пор полную уверенность ну что 4 матча стоит у вас домашний я думаю есть прекрасная возможность болельщиками отпраздновать чемпионство уже в родных стенах да я считаю это правильно да хорошая возможность поиграть для болельщиков добыть победы и окончательно отпраздновать свое чемпионство матвей еще раз с победой удачи в дальнейшем и счастливо петр гостенко наставник чайки сезон не закончился вы уже сегодня оформили чемпионство с чем я вас поздравляю ваши комментарии спасибо за поздравление большая благодарность мальчишкам очень горды ими горды нашей академии что второй год подряд мы становимся чемпионами самое я считаю что с конкурентоспособной зоне это юг ну и по игре какая была задача какие были планы что скажете ну по игре была задача играть свой футбол стараться постараться за счет качественного футбола победить сегодня это сама сама задача мы кстати сегодня марат жигунов мне кажется для него тоже символично что сегодня приехал и забег голоса и бывшей команде и как даже не отпраздновал ну наверно у него там свои там празднования на родной земле поэтому что не праздновал ну я думаю что ему тоже очень приятно проявить себя здесь на своей роде да и у вас что еще очень интересно получается последний газ алани аланя пока является ну скажем 2 команды чемпионата и в любом случае будет интересно в последнем туре сыграть тем более вас четыре домашних матча остается впереди чтобы поиграть для болельщиков ну для болельщиков это тоже потому что действительно 4 домашних игры но я думаю что не все четыре будут интересны и я думаю что со слуцким будет интересно и с академии какая черноморцам это может сейчас тоже набрал ход ну а салане это как вене чемпионата она будет концовка поэтому я думаю все будет интересно первым сече еще раз поздравляю вас с чемпионством удачи в дальнейшем счастлива уважаемые зрители у нас с вами исмаил жабоев защитник спартака и значика кто сегодня кстати забил его мяч едва ли вернул интригу в этой встрече исмаил твои комментарии несмотря на поражение ну в первом тайме пропустили два ненужных гола пенальти непонятный там был 50 на 50 и первый гол во втором тайме поменяли установку вышли один гол отыграли еще было си были силят силы отыграться но потом что-то не так пошло и пропустили 3 и рассыпались понятно что сегодня расстроена но насколько вы настраивались именно подпортить настроение сегодня чайки кто уже оформил чемпионство у нас на каждую команду одинаковый настрой мы выходим победить но иногда что-то не получается исмаил не буду сейчас долго задерживать я понимаю не стоит расстраиваться и желаю удачи в дальнейшем счастливо наставник спорта канальчика мурат и им кружев мурат тоже сама не кажется история попытались играть 3 4 3 и втором тайме решили поменять потому что еще не до конца работает у нас журналисты до считаю себя экспертами футбола мы не играли сегодня 3 4 3 расстановка была просто такая в этом мы играли сегодня 4 3 3 обычную классическую схему просто чуть нападающих сузили там никаких таких больших глобальных изменений мы не делали поэтому по схеме классика было ничего не меняли по игре что скажете что получалось по вашему мнению что еще не получалось но идет перестроение команды тяжело пацанам тяжело потому что новый тренер новые требования и мы потихоньку идем к этому и честно сказать до момента счета 21 до того как мы пропустили третий гол я вам скажу мы с лидером играли на равных дальше да дальше было тяжело потому что мы не готовы еще к такому уровню мы потихоньку еще раз говорю перестраиваемся идем к этому я думаю в дальнейшем мы будем играть на равных а может и с преимуществом со всеми командами действительно очень интересные прогнозы я тоже надеюсь потому что действительно юфа для развития юфа для того чтобы ребята получали опыт мурат удачи в дальнейшем счастливо а